Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Де. На данный момент рыночная капитализация всего криптовалютного рынка почти 180 миллиардов долларов. Сегодня 9 апреля, а значит неделю назад, 2 апреля, капитализация составляла около 165 миллиардов. Всего за неделю она выросла аж на 15 миллиардов долларов, и это достаточно внушительная цифра. Если говорить отдельно о биткоине, мы видим, что уровень в 5300 долларов стал сильным уровнем сопротивления. Смотрите, как часто цена от него отталкивалась. Очевидно, перед тем, как вырасти до 6000 долларов, биткоину нужно пробить 5300. И если это ему не удастся, то прогноз DaVinci вполне может оправдаться. Если вы не видели это интервью, то DaVinci говорил, что существует 80% вероятность отката цены биткоина до 4200 долларов. Что я хотел вам сегодня сказать, это то, что если биткоин повторит существующие сценарии, то мы находимся рядом с тем, что трейдеры называют дампом. Сливом, падением цены, крахом рынка. Но не забывайте, что это не финансовый совет, потому что я не умею видеть будущее. Как бы сильно я этого не хотел бы. Однако сейчас наблюдается всплеск интереса к биткоину, и это очень опасно. Если мы вернемся назад в прошлое, а именно в 2018 год, мы наверняка заметим, что после достижения пиков цена продемонстрировала отскок дохлой кошки. А далее по традиции наблюдался рост опять же в апреле. Трудно сказать, почему биткоин поддерживает такую традицию. Может существовать множество причин, но нам важно заметить эту тенденцию. В 2018 году, когда биткоин торговался на уровне 6900 долларов, все говорили, что это уже дно, и нас ждет боковое движение. Вместо этого биткоин рванул с 6600 почти до 10 тысяч долларов. Все это происходило в апреле и в мае 2018 года. Не знаю, помните ли вы, но в тот период постоянно выходили статьи, что биткоин больше никогда не будет стоить дешевле 10 тысяч долларов. Вот вам пример, что писали в начале мая 2018 года. Очевидно, сейчас такие статьи вызывают только улыбку. Ведь даже летом, когда случился очередной мини-бычий рынок, цена не достигла даже 9 тысяч долларов. А после этого летнего забега вообще произошел откат. Давайте посмотрим на 2017 год. Тут заметить сложнее, но происходили похожие события. В апреле 2017 начался рост с 1000 долларов. Произошло бычий ралли летом почти до 3000 долларов. А потом мы все были свидетелями отката до 1900 долларов за биткоин. В 2016 году такую же тенденцию увидеть еще проще. Также после летнего забега происходил откат, хотя и не вернувшийся до предыдущих нижних экстремумов. В общем, что я хочу сказать, это то, что в апреле и мае каждый год происходит что-то похожее. Я не утверждаю, что мы легко вернемся на отметки в 3200 долларов. В конце концов, существует множество мнений, что это было настоящее дно биткоина. Это говорил Боб Лукас, говоря, что это было дном предыдущего 4-летнего цикла. Это показывали индикаторы, которые анализировал ММ Крипто. Все эти мнения я показывал у себя на канале, чтобы люди могли увидеть различные точки зрения и понять какую-то свою картину. Что я хочу донести, это то, что если история повторит себя, и летом будет похожий бэч и забег, как в предыдущие годы, то лично я психологически уже готов к достаточно неприятному откату. Возможно, даже до 3000 долларов. Но учитывая всю фундаментальную подоплеку и развитие индустрии, вполне возможно, что такой сценарий не повторится. И вообще мы продолжим расти дальше. Эта же криптовалюта все-таки, она постоянно преподносит сюрпризы. Но при любом раскладе, будь то рост или падение, я все равно остаюсь счастлив. Потому что прибыль зафиксировал, но из позиции не выхожу до конца. Как вы знаете, у меня есть рабочая часть и инвестиционная часть активов. Рабочей частью я иногда торгую, когда есть хорошая возможность, а инвестиционную не трогаю вообще. Поэтому я остаюсь доволен любой ситуацией на рынке. Хотя, конечно, рост меня больше вдохновляет. Хочу показать вам еще один график. Многие технические индикаторы показывают рекордную перекупленность биткоина, какой не было с первого квартала 2018 года. Уровень перекупленности биткоина инвесторами сегодня очень похож на уровень в начале 2018 года, как раз перед крахом рынка. Делайте выводы сами, ребята. Хотел также рассказать вам одну историю из своей жизни. Я знаком с одним человеком, который, занимая высокую должность, вполне может считаться состоятельным и обеспеченным. Скажу, что его зовут Иван Иванович. Хотя, на самом деле, его имя, конечно же, не такое. Он заинтересовался криптовалютой летом 2017 года и начал закупать некоторые монеты по интересным ценам. На пике его плюс составлял под 200 тысяч долларов. И он особо не скромничал, ходил и рассказывал всем без разбора об этом. Потом рынок начал падать, и он почувствовал, что самостоятельно он это не тянет. И надо пользоваться рекомендациями. Он покупал все сигналы и консультации, которые только можно было купить. Давал деньги в управление каким-то сомнительным блогерам. И что только не делал. В итоге, по состоянию на сегодня заработали вокруг него все, кроме него. Его минус составил около 100 тысяч долларов. К тому же, этот человек продал свою квартиру, чтобы вложиться в эфир, когда он находился практически на хаях. Короче говоря, сейчас у Ивана Ивановича горят глаза. Он мне постоянно говорит, что мы вот-вот начнем расти, и я все верну и еще заработаю сверху. Суть истории простая. Это уже азарт. И ни о каких серьезных и осознанных инвестициях речи идти не может. Я не понаслышке знаю, что это за сигналы такие, поэтому я большой их противник. Именно для этого я долго и тщательно подбирал качественные источники информации для принятия решения. Вот здесь можно увидеть этот список. И я вам предлагаю поучаствовать в складчине вместе со мной и качественно, а главное, спокойно подходить к принятию инвестиционных решений. Напоминаю, что еще на протяжении 5 дней вы получаете пожизненный доступ в эту группу. Поучаствовать в сборе на покупку качественных и дорогих аналитик можно по ссылкам в описании. Всего за 180 долларов. Честно говоря, очень нравится атмосфера в группе. Я чувствую, что люди, которые здесь собрались, собрались только с одной целью – зарабатывать и помогать друг другу зарабатывать. Мне это нравится. Если возникают вопросы, ответы на них есть в начале этого видео. Все полезные ссылки будут в описании под видео. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok